господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 870 события дня 3 сар 14 6 я грозный послание к тебе это не о боге говорится о пророке за 4 мая 2017 года дальше брат сергей оформил беседу и вот такую вот переписку sd себе можете зарядить это все и вот это красным посмотреть серахов 37 2 не если это скорбь до смерти когда приятель и друг обращается во врага за сколько лет это было еще до христа и знали как это евтушенко сергей это может быть из-за музыкального трека используемые видеоролики попробуйте скинуть мне ролик сюда в skype я попытаюсь его проверить речь идет о том что виталий калиников составил один ролик где-то он продолжительностью 2 часа 34 что ли минуты но больше двух с половиной часов хорошо составил музыку там подпустил где-то утром ставлю и всю ночь закачивала часа 7 чуть меньше никак открываю ничего не открывается а потом ниже написано это ролик запрещен ну везде там запрещен во всех странах даже я такое считал многократно у людей это думаю они накидывают это а как они могут его показать ролик то его никак не покажешь они его заблокировали тут разные мысли были я сразу скинул разным людям чтобы сказали а почему это так что это такое те которые мне помогали которые разбираются ответы пошли разные сейчас мы их прочитаем ну и скинули петушенко сергей у него работал по житьям святых выбирал очень трудно было он все сделал бог дал добросовестных людей сергей одного теряешь другой сергей подходит ссд но все-таки разное место вот скинули мы дальше начался разговор а вы его перекачайте я говорю невозможно ролик более двух гигабайт пишет одна мне вчера спаси христос игнатий тихонович за ответ и за то что так быстро ответили вот на это мне много идет благодарности отовсюду главное с америки а чё терпеть то я письма также писал всегда только пришло письмо сажусь отвечаю насчет скайпа я подумаю но побеседовать я говорю тогда только отвечать не могу оксана я прячу и фамилии чтобы не искали эти недруги они кидаются за мной находят а то человека и всякую пакость ему скидывает дескать я плохой от меня чтобы они отошли а которая им отвечает как по закону все они тогда отступает и бывает еще даже на прощады гадость какую-то скинутый но безбожники но развивающие то может делать вот я беседу с мусульманами в доме мулы отзывы отзывы разные но нигде мусульмане не оскорбляет где-то на другие ролики вот мы обедаем они только благодарят господи продли его жизнь на меня чтобы он успел принять ислам то есть я чтобы уверовал стал мусульманином а другие русские там это ну всякие там даже поминать не охота и де дулевич там еще как-то назовется он решает и батюшка безблагодатного вас потому что там то другое вы не исчислитесь там то нет совершенно безбожий да разве верующий может это говорить от того что там сидят политики черточку поставил кому кого где как сферы дела разве от этого зависит мое спасение когда я уверовал то ну не верующие еще спрашивать семинарии там академии кончают да богу то это нужно нет у тебя сердце там все гнилое как заржавленная железка я неопределенно кого-то говорю там стояла лапковщина им говорю да нет он не лапков а лапкина исправили лапкинщина теперь ну сколько всякой там смешные но смешные смотрю эти ролики до того смешно но вот нападает и нападает нападает и потом стал скрывать и видимо делать больше нечего они сейчас на меня перебазировались слава иисусу христу это оксана пишет здравствуйте уважаемый игнатий тихонов еще у вас осталось мало книг хочу заказать у вас ваши труды пока есть возможность пожалуйста не откажите второго игнатия лапкина никогда не будет вот понятно никогда бы не не подумал так написать вот вы наше сокровище она никогда не была не знает и ну и смотрит только интернет а уже она так вот мыслит очень нужно первое толкование на новый завет с откровениями вторая симфония на жития святых может быть что-то порекомендуете заказать чтобы мне родиться свыше я даю всегда ответ скидываю все книги сколько стоит как послать и там все найдешь вот так вот написано ваше видео заблокировано в вашем видео найден контент защищенный авторским правом согласно политики это там написано когда смотрели правообладателя ролик заблокирована ю тубе ограничение на просмотр заблокировано во всех странах вот это мне особенно удивилась во всех странах да кто там знает во всех странах то но видимо так положено стали смотреть что и сергей вот и в тушенко он нашел даже определенно какая там песня звучит делал то виталий не я на там так тихо но прослушать можно а говорят чтобы этого не было надо маленькая скорость увеличить музыки я система уже не найдет это не человек ищет а система там заложено все в нее но не знаю ничего главное заблокировано во всех странах монетизации нет из еще потому что у нас поставлена монетизация сейчас увидите как я нищего не не имел ни одной копейки ни одного цента я говорю снять вот ну как его снять то как убрать то вчера били сбились так и не могли снять там кнопка кнопка никакой кнопки не нашли кто может подскажите как снять монетизацию потому что за нее за как бы монетизации не было ничего бы не было но музыка звучит да и звучит а то монетизация значит я получаю за музыку а музыки там речи нету он просто видит стихотворение считает и музыку подпустил я так не люблю вот это говорил сколько раз но не ставьте не ставьте нет поставил мужчина день потеряли сколько людей пришлось там из америки отовсюду монетизация нет если вы согласны с этими условиями чего предпринимать не нужно и далее подробнее то есть за нами нигде не числится ничего ни одного замечания система вот это вычислила что такое заявка контент и если в загруженном вами видео есть контент защищена авторским правом то его владелец может подать заявку через систему контенты такие заявки отправляются от лица компании владеющих авторскими правами на музыку фильмы и телепередачи видеоигры и прочие материалы видимо так надо я тут не сбрасывал да как вот допустим поставили бетховен и щековского у меня было или там баха бевальди и их нету но их то нету да но если бы никто не работал с этим и не выставили в интернет то их и мне не было они их выставили старались сделать лучше это их труд и они вот нашли такую возможность чтобы никто не брал вероятно так и надо владельцы контента сами выбирают что система контент и и будет делать с видео в которых есть математериалы кто-то предпочитает блокирует такие ролики а кто-то их монетизирует ну как монетизирует эти ролики во втором случае весь доход от рекламы перечисляется правообладателю заявки контента идея не стоит путать с предупреждениями нарушение авторских прав это где посмотреть заявку такой это контент на мои ролики заявки контент собраны на вкладке менеджер видео в разделе авторские права иногда мы отправляем уведомления о заявках на электронной почте насколько это серьезные неприятности отвечает не слишком как правило заявка контента иди не наносит вашему каналу никакого вреда вот так я вчера посмотрел и никакого за нами не числится за мной только однажды было один стал показывать там написал что это ролик его я его присвоил ну я тоже обратился заявлением там в течение двух недель кажется надо через суток как я говорю я об университете агту город барнаул димитрова такая-то корпус в 410 аудитория она за мной считалось в это время так мои клиенты сидят я за капитрой священник снимает как тот человек сергей звать его как он может человек претендовать и вот это я говорю даже не могу понять там где-то еще можно вот на крещение тут на аби были наши записывали беседовали евангелие раздавали а там машина стоит с рупором ну про пагандистская такая-то и оттуда музыка идет и музыка то она нет не отсеивается уже претензии но причем тут я то так можно вообще все заглушить и разговаривать ни с кем нельзя а нашим я записана не может музыку не записать она записала она льется а в это время идет служба на льду в аби она лишь означает что в вашем ролике есть материалы принадлежащие кому-то другому я понимаю это правообладатели сами решают могут ли другие пользователи добавлять их оригинальный контент свои видео часто такое разрешение дается взамен на размещение в роликах рекламы она показывается перед видео или если его продолжительность больше десяти минут во время просмотра однако иногда правообладатели выступают против использования своих материалов в этом случае они могут задать следующее правило заблокировать видео для просмотров во всех странах или только в некоторых из них дальше отключить звук если аудиодорожка ролика защищена авторским правом видео будет доступно для просмотра без звукового сопровождения вот так ограничить просмотр видео на отдельных платформах например в приложениях на веб-сайтах или мобильных устройствах на ю тубе ком ролик будет по-прежнему доступен иногда ролики на которые была подана заявка не может монетизировать никто кроме правообладателя в других случаях например если вы использовали своем виде чужую музыку вы сможете просто поделиться с владельцем прав доходом от рекламы ну дохода нет но видимо снимает кто-то спрашивает кто я по сей день еще не знаю что делать если на ваш контент поступила заявка ответ в зависимости от обстоятельств вы можете ничего не делать так следует поступить если вы считаете что претензия обоснована это решение можно изменить в любой момент убрать музыкальное сопровождение если претензия относится к определенному фрагменту звуковой дорожки просто удалите его из ролика и главное нашли сергея птушенко кто именно автора музыки изменить музыку то есть выберите в заметку текущей композиции одно из наших бесплатных из ролика подробнее изменить музыку аудио дорожек поделить доход если вы участвуете партнерской программе youtube и youtube и использовали в своем роде чужую музыку вы сможете делить доход от рекламы со всеми правообладателями и дальше тут подробнее все оспорить претензию если у вас есть права на использование контента или вы считаете что произошла ошибка заявку можно оспорить как оспорить заявку вводите в аккаунт нажмите творческая студия менеджер видео авторские права перейдите по ссылке которая расположена справа отменю изменить откроется страница с информацией о том какую часть ролика поступила заявка и кто ее автор нажмите на ссылку что упадать возражение и дальше поясняет все как делать это как работает сергея птушенко проблема скорее всего состоит в том что музыка используемая в этом ролике принадлежит другому правообладателю и монетизацию монетизации на нее ставить нельзя на вашем канале включена монетизация и система не пропускает ролик из-за этого вот тут мы долго бились она из-за чего что и как не не знаю мы наконец начали работать разные люди подсказывать и и вышли мне пришлось участвовать потому что мне надо дать доступ я не даю доступ только сам должен делать это зачем же я буду давать пароль то нужно либо нужно отключить монетизации на канале либо найти тот кусок музыки из-за которых ролик не встает на вашем канале мы пока идем вторым путем то есть про нас он говорит сергея птушенко я отвечаю мне только что у был задан такой вот вопрос просит меня сделать ролик по этому вопросу можете зайти сейчас ко мне и задать вопросы своими словами еще что приложить к тому вопросу андрей это другом уже задал вопрос андрей один почему вы раскрасили гюставо даре и чем это было вызвано вот я грузите и вопрос задать я отвечу андрей вот он как раз есть игнатий технич давно хотел спросить у вас про оформление трехтомника нового завета а вопросы такие для чего раскрасили гюставо даре если в этом какой-то другой смысл кроме когда цвет графическому рисунку если эта иллюстрация то она должна соответствовать тексту тогда рисунки из ветхого завета к чему наш новый завет репродукции других художников для чего размещена в главе откровения в третьем томе там 10 рисунков классики в общем не нашел для себя рациональное объяснение вы наверняка советовали с издательством в плане художественного оформления если есть у вас на эту тему ролик или может отвечали кому на подобные вопросы дайте ссылку пожалуйста прошу вас игнатий технич не воспринимайте это все как нападение на ваших детей на книги как культурно если все кто-то зашел бы сегодня я бы ответил а так мне просто времени нет вроде я сам себе задаю просто по интернету в скайпе задать записать чтобы я принял я скажу заходи и тогда эти все вопросы перед собой держите кто хочет отметиться через неделю вы можете войти ролик это будет уже стоять и сразу мне звоните а звоните это четырех до четырех москвы четырех по москве по москве я отвечаю вы где а то сговоримся зайдете зададите вопросы я отвечу и будет ролик сергей птушенко уже более яркая картина значит ролик скорее всего заблокирована из-за следующего музыкального отрывка и вот перечисляет его роб дуга его можно удалить прямо на самом ютубе сейчас пробую но может не получится ролик больше большой часто ошибки возникают если на ютубе не получится сделать придется его заново монтировать и вам закачивать на ютуб так я говорю разрешаю удалить и пожалуйста виталий калинников он составил ролик пишет ролик там а общине как община образовывается что святые отцы говорили о крещении хорошо составлено в италии на какого-то блогера нашел если отключить монетизацию youtube не посмотрит ли на это косо потому что что начисляет за рекламу точь и youtube сейчас себе забирает но это и его же они дают нам место я считаю все это справедливо вот виталий блоге говорит не посмотрит косо а он отвечает нет не посмотрит а монетизацию не устанавливаю на свои каналы так как сам через свои видео рекламирую и продаю а при монетизации на вашем канале конкуренты могут настроить рекламу и перебивать ваших клиентов и вообще реклама на видео отвлекает от самого видео вот его блог показывает где он такой давайте отключим рекламу я виталий отвечаю помолись и посоветуйся с нашими я тут не помощник у меня лозунг только не было бы хуже вот этот мой лозунг я его держу всю жизнь что-то делать как-то меня всегда интересует как это будет выглядеть а что если вот так а не будет ли это хуже я вообще-то в общем доволен мне не надо вот только не было бы хуже убери а потом можно поставить если кто будет иметь большие претензии я не знаю и так и так претензии надо бы не с постороннего человека мерку делать рот обмерять ему а чтобы обменная ситуация ютуба дала добро такое же нам ведь свой вид зазря терять не стоило бы виталий все верно я советую господи управь давайте попробуем отключить я отвечаю чтобы этот ролик закачать мне нужно будет почти 7 часов значит только после наших занятий по изучению святой библии по скайпу где ведущий попу сергей павлович отключать можешь сейчас сейчас же впредь же обходить без всякой музыки вообще такая маята мне как не нужно сергей птушенко говорил про музыку какую-то определенную ее бы он мог убрать может теперь этот ролик про общину мне будет еще дороже столько ран получил и рвание претерпел это я пишу уже не сергей вячеслав я рад что нашел ваш канал смотрю второй день и понимаю смысл жизни мне 30 лет вы самые счастливые скоро такой жизни многие мечтать будут бог с вами марина прочтение это виталий там стихотворение читает превосходное и голос мягкий приятный слуху фото хотелось бы хоть моментами одно на весь экран так как в конце спаси христос вячеслав республика крым с вами рюша хрюша великолепно сил вам и терпения я пишу виталий может быть эту проверку поставить так ты дальше начиная с этого конца и продолжу тут уже люди приходят то есть они сделали небольшой ролик оторвали музыку убрали я его поставил называется проверка теперь убирать не убирать а уже пришло почти тысячи да надо даже посмотреть что тут ничего такого тут нету вот еще или сколько здесь вот она где и сейчас я посмотрю а что же это не видно то а вот она где нет меньше сейчас я посмотрю обновлю страницу вот лишь как сразу на перестала открывается дополнительно три еще операции сделать чтобы было вот так считаем до 876 просмотров вот она где вот проверка написано проверка то есть мы проверяем они думают а так что-то цельное нет мы проверяем и закачала вот так пробуем и может не получиться ролик больше и часто ошибки если на ю тубе не получится сделать придется его заново монтировать и вам закачивать на youtube мне игнатий тихоныч исправить видео через youtube не получается она висит уже пять часов и не двигается с места проще его исправить вручную и залить частями на youtube как вы сказали я сказал разрешено 4 части еще один вопрос к вам по поводу монетизации вам бы узнать куда идут деньги с монетизацией то и кто вообще ее включил и пользуется ли деньгами с нее средства там могут быть даже очень серьезно мне отвечает вот сайт с оценкой стоимости вашего канала ну и дальше говорит где тут какие-то доллары 489 доллар 78 к это приблизительно месячный доход этот доход за все время ну кто-то подключил недавно видать а выводить их может любой человек который имеет доступ к каналу так я понимаю что деньги тут не играют роли но все же хотел вас проинформировать а я говорю сделайте так чтобы я считать ему в рубли переведите он говорит от 5 тысяч девятьсот долларов до 93 тысяч восемьсот долларов к это кило то есть кило это тысячи в рублях соответственно от трехсот пятидесят четырех тысяч рублей до пяти миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч рублей это нашло это оценочный доход ну то ничего себе а то у меня я сижу дома мне уже начислили пять миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч я ничего не знаю а возьмете нет конечно я не возьму да и никто и не даст наверно ничего не понимаю самое малое это триста пятьдесят четыре тысячи а почему так много ну нас отнесли к средствам массовой информации система отнесла у нас тысячу восемьсот роликов ну девятнадцать тысяч подписчиков и 18 миллионов просмотров это уже достаточно как бы есть такие по четыреста двадцать тысяч ролики по сто пятьдесят ну это такие легкие какие-то то шершневы выжигаем то за обедом сидим а златоуз доброта любят там единицы кто-то спрашивает кто-то вечно пытается считать иллюзорные деньги да деньги немного есть но совершенно не такие и без этих денег не было бы и притока новых подписчиков элементарно нечем было необходимо оплачивать кстати я вела свою к свой канал на эту страницу его чудо оказывается я заработал 200 баксов а на самом деле 16 центов это из них я бы получила где-то цента три-четыре то есть копейки не буду не 200 рублей а ты копейки 3 элементарная математика показывает что сайт этот врет в тысячу раз что ли не знает это если считать 16 центов евгений тропко как мне найти переписку игнатия тихоныча убитого кришнаитом и романаха геннадия яковлева может кто поможет может сергей и втушенко знает как найти эту переписку игнатия тихоныча на сайте и втушенко сергей я попробую найти я ее как-то считал в книгах открытым оком если найду отпишу евгений прочитал всю биографию отца геннадия яковлева убитого кришнаитом биография не оставляет меня без размышления особенно слова местописания вы еще не до крови сражались подвязаясь против греха обличение греха это всегда конфликт между небом и землей попом любвистам быть легко попробуй обличить грех вот у меня это из-за того что я указывал не так там сделал то-то то-то андрей кураев говорит отношение к игнатию тихоныче было бы совсем другое если бы он попов не трогал но и к нему так же они его сразу вышибли до конца где в москве преподаватель и в мг у профессор то я так бложка ян креститель тоже обличал блудодея на отступящийся царя ирода за что и поплатился освещенной головой вроде бы жизнь тебя твердить никого не трогай живи себе тихо и спокойно да и писание нам говорит через апостола павла проводить жизнь тихую безмятежную следователь допрашивает за и крахмальникову ну что вам надо еще у меня мама тоже верующий она сидит никуда не лезет и никто не арестовывает а вы все что-то надо там не такой там генсей генеральный секретарь и прочее власть не такая дальше в евангелии сказано кто не берет креста своего и следует за мной не достоин меня путь креста к голгофе это всегда страдания скорби подвиг которая возогревает радость любви ко христу даже до смерти крестной он мне это непонятно к креста голгофе путь креста голгофе по моему на голгофе даже больше и после после крещения примирения андрей побежан миром игнатий тихонович я дал на вас наводку свидетелю его вы должен завтра или послезавтра позвонить вам вот так вот тут говорит теги надо было мне давно поставить а я и не знал ну сайту нашему 10 лет нынче а вот youtube где-то шесть самый последний уже был теги не знаю а это называлось так у него который заблокирован православная община вход в церковь истинное крещение составил калинико виталий 3 5 2019 3 сегодня уже 5 ну тут дальше такое идет я как раз об этом сейчас хотел сказать составил ролик ночью сегодня якорев геннадий я романах вот но так крупным шрифтом при размере буквы 20 но по-моему это очень много по 18 можно взять и это сколько получается там 189 страниц и вот теперь как я могу посчитать вот он геннадий какой был я маленько про продёрну а потом покажу я отдельно ролик сделал администрацию отсылаю сегодня и знакомым чтобы они его закачали я его открою интересно довольно вы так тормозить а потом прочитать и шрифта хорошо видать немножко про про кручу чтобы видно было он на 10 лет моложе меня был в моем доме он принял православие но вот эти которые на меня нападают ну пусть они найдут такого двоюродный племянник суслова главного идеолога советского союза михаил андреевич и вот теперь я это все показываю вот вступил партию он тогда членом который был 7 лет подвязался даже на освобожденной от производственной парт работе был комсоргом крупного предприятия участвовал в рейдх цк лксм к украины и параллельно обучался это вот его биография вот так это кто пишет я не знаю по моему это геннадий фаст может быть мне кажется так ну я ну мне кажется они были близки очень а кто на фотографии здесь поясняется как он закончил университет как его выгоняли немножко посмотреть прочитаете а потом дальше можете прочитать это все и вот пишет и вот во время одной из таких поездок яколев появился в барнауле там он встретился с известным удивительным православным проповедником игнатием лапкиным тот искал хорошего чтеса для насчитывания на магитофонные кассеты собранных им за много лет материалов по масонству мне говорят а вы знаете что масонцы но я не знаю общество память и там был дмитриев кажется да вот он как раз этим занимался и как мы встретились там москве в этом обществе память но они по моим даже пленкам учились я ничего не добавлял кроме дореволюционной советской и зарубежной все абсолютно в рав 14 лет трудился на этой теме нужен был хороший чтец и это начитывание его на нашем сайте сейчас можно почитать как этот но он григория стал вот и вот здесь кто на фотографиях изображен а то вот я сколько-то лет назад вот справа от меня вот это блестит это надежда васильевна а вот и все крайне это геннадий фаст он еще тогда не был священником наверное там я племянник рома валентина шитикова вот через брата игнатия он обращается православие да это фаст пишет геннадий доктор богословия теперь московского патриархата через брата игнатия опытного наставника в духовной жизни начинается в нем ломка характера и духовное становление внутреннего человека уже на основе святоотеческой православной аскетики а эти из это на меня нападают то ничего же не знает этого ну вот послушайте люди которые знают которые жили со мной вместе там ну а вы то еще грешите и больше ничего мне бы никакого вреда не сделаете а как вы сделаете его когда златоуст говорит никто тебе не не повредит если ты сам себе не вредишь вот по рекомендации гнатия лапкина геннадий едет прокопьевск где тогда служил воистину добрый пастырь ревностный служитель божий протеерей александр пивоваров он тоже отсидел вернулся мы были очень близкие с ним он всегда приезжал у меня останавливался и принял крещение тут он все ну и дальше почитайте и вот за год до этого и я был обращен православие тем же и гнатием лапкиным но то это фаст геннадий и крещен тем же отцом александр пивоваров так что мы с ним братья чада одного духовного отца с тех пор минус 22 года но это были вместе как его убили когда 10 до теперь уже 30 лет назад было даже не верится 30 лет пол жизни ну и дальше вот так прочитайте все уже дальше не буду я уже ролики выставляю сейчас все выбрано здесь его письма переписка вот и кроме того у меня тут еще появилось такое интересно один священник я написал сегодня одному священнику и получилось не вот что я его скрываю специально он мне пишет вы зря трудитесь все ваши сообщения стираются не глядя это дело не только я спам никого не любит если заходите заходите сказать что-нибудь лично пишите через агент так как здесь я не прочитаю стираю не глядя как спам как и мои знакомые у которых вы в друзьях я отвечаю мир вам дорогой я очень хорошо знаю еще мальчишкой был только за первый час сегодняшнего утра я получил около 20 благодарности за то что они получили от меня но попы стерли как вы изволили утвердительно заявить потому что слова спим они легко прикрыли словом спам а спам они не любят и под это ехидное спам подвели все что не вмещается поповскую машину вот где деньги кошелек поверьте как пишет отец сергий на стать штильмарка черная сотня что придет время и при том очень даже может быть осеньма скоро когда вы будете своих мусорных корзинах искать то что некогда вами было выброшено с легкой с такой легкостью что было сказано игнатием лапкиным а то священник пишет если патриарх кирилл открыто наконец-то признал что потерян для православных дальний восток и север и что миссионерская работа в россии в развалинах то тем чинам его и парке кто пониже и пожиже то нужно бы прислушаться хотя бы к своему архипастырю царь иаким сын и оси царя иудейского сжигал на жаровне то что написал пророк иеремия иеремия 36 глава и чем это для него закончилась он все увещания пророка скидал в жаровню спам а то я ему теперь этому священнику он всегда с ребятишками фотографируется им в агент не затолкнешь что что дается для многих эти агенты пятого отдела кгб даже на своих этих в моем мире страничках заблокировали к себе вход кроме и друзей но близок час когда придется раскупорить эти сейфы исаи 28 20 слишком коротка будет постель чтобы протянуться слишком узко одеяло чтобы завернуться в него сколько я встречал тех кого вы искренне называете своими друзьями которые уже уподобились традиционно приемлемым мощам которые ни разу не прочитали святую библию я уж не говорю что ни разу не прочитали двенадцать книг житья святых двенадцать томов златоуста пять томов добротолюбия говорю же не о простецах и мирянах то именно о ваших собратьях по кадилу я мирянин почти всего лишь чтец я печник и сторож с меня спрос будет неравнозначен с теми кому верено водительство премудрость соломона 6 5 страшно и скоро он явится вам и строк суд над начальствующими премудрость соломона 6 8 но начальствующим предстоит строгое испытание проповедь должна звучать не только для агентов сыскного отдела но и для всех евро 21 14 а между тем они говорят богу отойди от нас не хотим мы знать путей твоих евро 22 17 они говорили богу отойди от нас и что сделает им содержитель когда мы ехали с вашим отцом с преснопамятным о а бывшим одним из самых близких моих друзей то он спрашивал меня в трамвае ну троллейбус едем у задней двери стоящего чтобы я сказал сегодня в проповеди а едем в храм и когда я стану говорить ему мной составлены проповедь я это на деньги что положено считать считаю у меня составляется проповедь то есть таких проповедей у меня к тысячам которые сказал к тысячам не опубликованы больше тысячи которые вообще не говорил но они были готовы как на суде последнее слово было заготовлено мне не дали все на этом что бы я сказал сегодня в проповеди и когда я стану говорить ему мной составлен проповедь он все впитает и тут же скажет проповеди в храме так что ваш батя был и рупором моим некоем смысле самым добрым всего-то 20 лет свободы в россии и как обнаглели многие забыв про недавние гонения сами стали гнать других как неугодных богу и как внезапно снова вспыхнет новые деки его гонения от этой ненаученной пасвы не останется и следа давно ли было это время когда попов вниз головой скидывали с колоколем вы получили от меня уже сто девяносто восемь посланий и неужели ни одного не прочитали скажу что из семнадцати тысяч поступивших мне от разных стран и людей разных вер даже все прочитаны в год отправляли от руки написанных 1200 писем конверты подписал притча 5 1 и 12 и скажешь зачем я ненавидел наставление и сердце моё пренебрегала обличением и креста сейчас и 9 16 и сказал я мудрость лучше силы и однако же мудрость бедняка пренебрегается и слов его не слушают титул 2 15 все говорю ищевая обличаясь со всякой властью чтобы никто не пренебрегал тебя это священника мне отвечает понятно что вы считаете себя пророком спасающий мир а попов с кадилами безумцами и все-таки нужно немного уважать мнение других у всех священников довольно большая нагрузка и считать приходится много перед подготовкой к лекциям и ни одного автора достаточно дать ссылку на ваши труды а не перепечатывать их ежедневно через мир эффект прямо противоположное два три раза прочитает остальное сотруд достаточно делать ненавязчиво анонс новинок я посылаю это свое ясное дело что у нас уже не дружба и связь прекратилась я отвечаю если вы считали моё письмо к патриарху значит не выбросили в корзину вот еще доказательства что хотя бы один батюшка не корзинник а ссылки на наш сайт и форум малоэффективны ибо при выходе из моего мира там стоит надпись что не отвечает за ужасы за заражение вирусом и прочее подразумевается и люди отступают им приятно быть в мировом вакууме относительно того что я считаю себя пророком как вы выделили с большой буквы то я таковым и не считал себя никогда это слово принадлежит только христу и даже не яну крестителю иисуса а пророком быть это обязаны все рожденные свыше водимой духом божьим внимать духу святому и передавать без повреждения всем если мы христиане если мы имеем духа божия то все и должны пророчествовать 1 коринфянам 45 желаю чтобы вы все говорили языками но лучше чтобы пророчествовали ибо пророчествующие превосходнее того кто говорит языками разве он при том будет и изъяснять чтобы церковь получила назидание 1 коринфянам 14 24 но когда все пророчествует и войдет кто не верующий или не знаю не знающий то он всеми обличается всеми судится это сопроповедь интересно и поразительно что если ты в молитве даже сразу после причастия считаешь я как свинья лежит в кале я грешник супер грешник то это не вызывает удивление но вот решили кого-то унизить и уязвить то могут даже пророком назвать или обозвать святым и тут все заходят туда как же это он посмел а это было в обычай и так должно научить крещеных что они святы как и начинает павел свои послания избранным и святым батюшки заняты вовсе не тем что им надо по повелению христа делать это как на осла на котором иисус ехал в иерусалим сверху нагрузить пустыми бы ящиками мешками пустыми записки опоминовения требы крестные ходы и прочее то и для проповеди и благовестия в миру нет времени место вовсе нет для христа остается иное и в какой бы храм люди не пришли батюшки все нет времени все то никуда то везде спешат а у свидетелей и говы есть на это время или вы ничего не понимаете разве что православие так как таково идет полному исчезновению кавычки открыты заключая что через поколение много через два иссякнет наше православие если не изменить у нас образ воспитания обычаев общества то будет больше и больше слабеть истинное христианство а наконец и совсем кончится останется только имя христианская а духа христианского не будет все преисполнит дух мира феофан затворник 1863 год мне убогому серафиму господь открыл что на земле русской будут великие бедствия православная вера будет попрана архиереи церкви божии другие духовные лица отступят от чистоты православия и зато господь тяжко их накажет я убогий серафим три дня и три ночи молил господа чтобы лучше меня лишил царствия небесного и их бы помиловал но господь ответил не помилую их ибо не учат учением человеческим языком чтут меня а сердце их далеко стоит от меня это третья книга священнослужители 601 том сказано что врата адова не одареют церкви то но нигде не сказано что россия сохранится в россии церковь россия может окончательно потерять ее как говорит яхо андрей кураев что через 50 лет тут будет московский халифат а не московский патриархат если не будет благовестия миру ну и дальше мирами тащил и нил прочитайте вот это я протащу его дальше анатолий оптинский посчитали дальше идем вот эти места все прочитайте я уже устал подобно тому как древнему израилю посылает господь судьи пророков так и в церкви своей в момент ищезвычайные он обычно посылает людей исключительные благодатной одаренности как бы пророков сильный духом и верою не имея официального назначения эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других но это предводительство не имеет официального характера не является установленной церкви должностью и не всегда держится служебных рамок как и всякое пророчество но есть личный подвиг таких людей делая их личной внутренней духовной предприимчивости и ревности о боге и о церкви божией митрополит сергий строгородский и дальше и скорбь игнатия бренчанинова плещется уже в монастырях и в самих алтарях том 5 мы столько подчинились влиянию соблазнов что даже руководство словом божьим единственное средство спасения нами оставлено ну и считайте вот здесь судьбы божьи и что тогда все этого приводит меня приводило в ужас я предчувствовал что последствия должны быть ужасны кто-то пишет мнение вещах разделяю положение подобно весеннему снегу последних числах марта и первых апреля снаружи снег как снег а по снегам его повсюду едкая весенняя вода она съест этот снег при первой вспомогательной атмосферической перемене важная примета кончина монашества повсеместное оставление внутреннего делания удовлетворения себя наружностью на показ весьма часто актерской наружностью маскируется страшная безнравственность относительно монастыря я полагаю что время их кончено вот игнатий причина говорит укажите людей проходящих этот подвиг правильно их нет существует по некоторым монастырям телесный подвиг это более на показ людям не обо мне речь идет не это то любимое монашество он сам был монахом исаак сирин говорит что телесное делание бездушевного сосы сухие ложесна бесплодная это видно на воспитанника хоптной пустыни нет орудий нет монахов актер ничего не сделает актер дух времени таков что скорее должно ожидать окончательных ударов а не восстановление такие умницы и ревнители что не сделать все к вреду и и дальше монастыри должны быть пристанями они обратились в пучины вот я если буду говорить сейчас да разве это поверят как так да что же ты такие пучины да столько строят в москве и и прочее я говорю то что есть смотри монастыри должны быть пристанями они обратились пучины в которых вредятся и гибнут душами многие такие люди которые посреди мира проводили весьма хорошую жизнь некоторым вопрошавшим его отец некандр советовал остеречься от вступления в монастырь надо знать существенно нынешнее положение монастырей которые могут еще показать для верхоглядов местами спасения ну вот какие места все показал нас считаю достаточно сегодня вот это а и